Какие есть результаты за этот год? Начнем с принтера. Разработка Росатома. 70% нашего продукта, кое-что китайское, но техника заменим в соответствии с более дешевыми продуктами. Около 50% уже продано, 30% еще примерно делается. Сириус поставили за свои деньги. Но это демонстрационно опытный пластиковый образец, а уже станок с вычитающими технологиями, он производит в полном соответствии с ПЛМ среднего класса, продукцию по заказу, в данном случае, «Газпрома». В чем результат прошедшего года? Вы ставили задачу первую – создать продукт среднего класса. И архитектурный комитет, и приемочная комиссия правительства в мае приняло решение, что продукцию прошли апробации и имеется положительное заключение от основных игроков. Что понимаете? Что это не единственный продукт ПЛМ на рынке, что, конечно, есть другие разработки, но это абсолютно импортно-независимый продукт, начиная, говоря, с ядра входа, кончая, там, в операционной системе. Собилы внедрения уже дорос до того, как ERP стать сквозным. То есть они переходят в центр компетенции разработчиков. Но меня волнует именно клиент. Потому что сейчас много чего происходит, и клиенты… Мы же не можем диктовать, да, скажем так, эксклюзивность разработки. Поэтому Росатом как лидер, знаю, что и Алексей Евгеньевич, и все коллеги очень много и, скажем так, инициативы, и усилий потратили на то, чтобы сделать такой продукт. Но вот разработчики – это хорошо. Они также с рынка собираются, потому что, по-гласу, делают и системную интеграцию. А клиенты, которые не только государственные, это очень важно. Потому что хотелось бы их увидеть в высшее количество. Посмотрите, что позволило себе сказать, что в данном случае, я прямо Сергею Анатольевичу говорю, нас лидер консорсов, который свидетельствует, вы мой начальник. В части разработки пилар тяжелого класса. Ну, начальник у вас Владимирович Путин. Ну, в части разработки пилар тяжелого класса. Дорожная карта. Я бы сказал бы, что Сергей Анатольевич ваш заказчик. Он наш заказчик. За ним стоят коллеги. Они все, мягко выражаясь, компетентные и непростые. У каждого свое пожелание к этому продукту. Но нужна платформа. Конечно, должно быть все объединено, потому что будет очень странно, что двигателисты в одной, в одной, в одной. Именно это мы от вас ожидаем. Да. Именно эту платформу государство от вас ожидает. И мантры, как я знаю, в 19-м году, также поддерживают субсидии, которые в объеме 6 миллиардов сегодня в данном. Верно все? Будем честны, что на Килен прошло 6 миллиардов, из них 4,5 государства, полтора руса. Да. Это наше 75 на 25 обычный подход при финансировании импортозамещения. И, конечно же, мы будем продолжать эти подходы и дальше. Будут другие затраты. Мы имеем возможность это разработать. По Лобусу несколько слов, КАИ. Да. То, что мы сейчас говорили, это по ПЛМ. Мы хотели еще доложить результаты по Лобусу, Анна Павлович, за год. Потому что в рамках проекта КЦК, по вашему вручению, мы рестартовали некоторое количество проектов. Но сейчас мы пришли к выводу, к такому выводу, что нам необходимо объединять кроссиндустриальным образом проекты КАИ в единую, то есть по аналогии с ЦКР, делать единую платформенное решение, потому что хотим обратить внимание, что Лобус составляет сейчас 62% от ведущих мировых лиц. При этом Лобус разработан платформу, на которой можно в течение буквально нескольких месяцев объединить функциональность со всеми остальными вендорами. В этом случае за несколько месяцев мы получим платформу, КАИ-платформу, которая на 85% будет соответствовать мировым лидерам. И обеспечив подключение дальнейшей к этой платформе стартапов и разработать предприятия, мы буквально за два года можем сделать прыжок до 100% соответствия. Будем ждать прыжок.